Всем привет! Сегодня 14 апреля, это Ольга Чернова, Огородная Азбука. Сейчас, когда я убрала вот здесь своих подселенцев, вот стаканчики были на доращивание, я могу теперь спокойно подвязать вот эти томаты, пропосынковать, потому что они уже очень взрослые. И каждую процедуру, и подвязку, и посынкование я буду снимать отдельно, потому что это две разные темы. Кого-то интересует только посынкование, потому что он не подвязывает колу, выращивает на шпалере. А кому-то наоборот, кто хочет выращивать в коловой культуре, интересно именно подвязка к коле. Вот первая тема, это, конечно, будет посынкование. И не важно, я сейчас до того, как привяжу их на кол, буду посынковать, или после, основные понятия, основные знания, которыми должен обладать любой начинающий огородник, они все одинаковые. А именно, что такое пасынок, почему мы его удаляем, у каких сортов мы, ну, можем не удалять, у каких сортов вообще не рекомендуется удалять, и это будет во вред. Сейчас помаленьку, все постепенно, очень подробно я начну рассказывать. Как всегда, видео будет очень длительное. Кому эта информация не нужна, ну, как-то перематывайте или просто выключайте. Конечно, это направлено для начинающих огородников, потому что некоторые не знают, что такое пасынок. И вчера я из комментариев узнала, что одна зрительница всю жизнь думала, что пасынок это большой жирный нижний лист томата. Вот бывает и так. Поэтому, исходя из этого, будем говорить обо всем очень подробно. Так, я вот тут уселась, прям к самому-самому растению, еле-еле угнездилась, чтобы прям показать все, все мелочи. Но начнем с того, для тех, кто не знает, что такое пасынок или сомневается, я вот объясню так. Пасынок это тот росток, который вырастает в пазухе между стволом и листом. Он может образовываться в этом пазухе, может не образовываться. Есть сорта, склонные к наращиванию пасынков, есть сорта, не склонные к наращиванию пасынков. Для примера сейчас покажу. Вот одинаково с цветочной кистью, то есть взрослые растения у высокорослого, индотерминатного, видите какие уже пасынки, у такого же томата, вот он ринет, он тоже с цветочной кистью, тоже собирается цвести. Никакого намека в пазухах на пасынка нет. Не у этого сорта, не у этого. Из этого мы можем сделать заключение, ну прям глядя на них, что есть какие-то склонные к сильно такому активному образованию пасынков, а есть нет. Вот, например, знаю сорт бычье сердце, если его не пасынковать регулярно, он израстет весь пасынками. А есть сорт настенька, например, у которой пасынки больше вот такого размера обычно не вырастают. Ну вот такие большинство пасынков, вот нижних, приствольных, вырастают вот такого размера, и они не доставляют никаких хлопот. Поэтому вот если кто-то спрашивает, нужно убирать пасынки, не нужно убирать пасынки, мы смотрим по размерам и по активности самого пасынка. Вот здесь видите, ладно, этот уже куст расцвел, а этот еще только собирается расти, ой, расцвести, еще даже не расцвел, у него с самого низа, видите, вот пасынок, вот видите пасынок, вот пасынок, вот пасынок. У него в каждом, каждом пазухе, в каждой пазухе между листом и стволом уже большой пасынок. Вот эти пасынки нужно убирать обязательно, потому что это сорт индотерминатный, высокорослый, двухметровый, и его желательно вести не больше, чем в два или три ствола. Если мы оставим вот эти пасынки, каждый пасынок со временем превратится в полноценный ствол. Если вести в два ствола, оставляем лидирующий пасынок, который под первой цветочной кистью. Если вести в один ствол, значит мы убираем и его. Любители вести в один ствол убирают даже вот этот лидирующий пасынок. Я его оставляю, но после первой или после второй кисти иногда я его тоже прищипываю. То есть сохраняю на них только вот эти крупные нижние кисти. Все, с понятием пасынок разобрались. И еще один немаловажный такой нюанс, что в некоторых сортах томатов, удалив все пасынки, вы оставите себя без урожая. Я вот приводила в пример дамский пальчик и петруша-огородник. На некоторых пачках написано применять умеренное пасынкование. То есть не надо увлекаться отщипыванием всех пасынков. Нижние пасынки 1, 2, 3 можно убрать, а остальные пасынки нужно оставлять, потому что 50% урожая это растение выращивает на пасынках. Они получаются такие кустистые, как елки, лохматые. И на этих пасынках очень много плодов. Плоды не уступают ни по весу, ни по вкусу, ни по внешнему виду. Тем, которые на основном, на центральном стволе, я вот у петруши-огородника, у меня и 5, и 6 пасынков. Он вот так вот в ширину, как сказать, распускает все эти свои пасынки и на них урожает. Также дамский пальчик. Одна зрительница писала, что после того, как я рассказала, что дамский пальчик лучше не удалять пасынки, там на них вот эти пальчики-то все и висят, особенно в грунтовом варианте. Его когда посадишь, высадишь, и они в разные стороны звездой вот так расползаются, и везде вот эти вот сосиски висят. Она говорит, я отказалась от этого сорта, потому что он думал о малоурожайной. А выращивала как? Удаляя все пасынки, оставляя один центральный ствол. И это было главной ошибкой. Эту ошибку совершают многие начинающие огородники. То есть они подходят по одному стандарту, с одним стандартом к каждому сорту. Нужно учитывать обязательно особенности сорта, и не все пасынки нам нужно удалять. Вот еще раз тот же, вспомню, дамский пальчик. Если вы отщипнете все вот такие, у него тоже он начинает расти, и вот эти пасынки у него прям такие же сразу большие вырастают. Их много, и казалось бы, да, некоторые думают, что они помешают растению, а они чик-чик все обчикают. А на основном стволе остается 2-3 кисточки. А на каждом таком пасынке по 3-4 кисти будут цветочных и плодовых. Он будет весь увешан этими вот пальчиками, дамскими пальчиками, вот так называемыми, именно на пасынках. Так что с осторожностью отщипывайте пасынки. Сначала узнайте, что это за сорт. Узнайте, как его предпочтительнее формировать. Обычно не очень часто, но обычно это на пачке указано. Полностью удалять пасынки. Вести в один ствол или в два, или без пасынкования. Еще коснусь тех томатов, которые надо выращивать вообще без пасынкования. Опять же, вот про эти. Когда на пачке написано, что сорт можно выращивать без пасынкования, это значит, что пасынки, даже если вырастут, они не сильно ухудшат жизнь этого растения. Они не сильно отразятся, как-то понесут урожайность или что. Наоборот, если вы оставите все пасынки, он хорошо все лето будет плодоносить. И обычно, но есть два варианта. Или будет много пасынков, и на всех будут томаты, или не будет пасынков вообще, то есть будет очень мало их. Вот эти, видите, я еще раз покажу, что они уже вступили в фазу бутонизации у меня вот, но пасынков не видно. Если он даже вылезет, один-два какие-то там не очень такие агрессивные, ну и пусть они там растут. Вот с этих мы удаляем. Удаление пасынков. Пасынки рекомендуется удалять с утра, что в открытом грунте, что в теплице. Понятно почему. За время, за период, за целый день, вот этот вот ранка, как сказать, ранка или порез, она подсохнет, потому что всегда специалисты говорят, что если вечером мы удаляем, он же пасынок-то, он сразу и не понимает, что удален растение, а носокодвижение идет, и вот эта жидкость, которая здесь все-таки в какой-то мере будет выделяться, если в ночь она останется, то это нежелательно, потому что эта вот ранка, не засохшая, это открытый доступ различных инфекционных заболеваний, особенно если это в открытом грунте, особенно если не ранняя весна, а то время, когда уже возможны и фитофторы, и всякие грибковые заболевания. Ну, короче, объяснений много. Все специалисты рекомендуют пасынкование делать с утра, чтобы за день вот эта ранка подсохла, и чтобы ночевать, он уже пошел, томат, с зажившей ранкой, потому что каждое пасынкование, это все-таки травма для растения. Пасынок больше 5 сантиметров выращивать не рекомендуется, известно почему. Каждый пасынок, вот смотрите, у меня уже, я не стала же специально обрывать, потому что, во-первых, здесь было очень тесно, во-вторых, хотела вам показать, вот у меня уже здесь один полноценный лист, второй полноценный лист, если его оборвать, то уже можно даже подумать, что это молодая рассада томата. Кстати, через пасынок можно выращивать, вот сейчас его, если поставить стаканчик с водой, он даст корни, и можно вырастить еще один томат, какой томат успеть в этом сезоне прям. Это для тех, у кого, например, подмерзли или что-то, пасынки пообщипывайте, в стакан поставьте и разведите новые, не сорта, а новые растения. Все. Больше 5 сантиметров не рекомендуется выращивать, ясно почему, что чтобы вырастить вот такой пасынок, растению требуется много сил. А представьте, если их много, у меня вот их раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот это шестой или седьмой, представьте, шесть вот таких полноценных растений уже образовалось на моем томате, они уже высосали с него столько сил, это же питание дополнительное. Сейчас, когда я уберу эти пасынки, питание, которое растение направляло на этот пасынок, оно сразу будет направлять на цветение, будет активнее расцветать они, на цветение, на завязывание плодов, на образование новых листьев. Лучше эти листья, которые на семи пасынках, 14 листьев образовалось, лучше бы они выросли у меня вот здесь вот. И рост растения заметно будет быстрее, из этого следует вывод, что удаление пасынков, оно стимулирует рост, помогает растению быстрее, в ускоренном темпе новые цветочные кисти выкидывать, новые листья образовывать. Короче, пасынки вот на таких, на высокорослых, на индетерминатных томатах, это зло, это помеха, это лишние нахлебники наши, которые высасывают из растения, ну вот все соки, можно сказать. Вот они, видите какие, ой, тут все. Короче, мы пасынками заросли. Ну а о методах удаления я могу сказать так, способов очень много, и у каждого свой. Кто-то ножницами выщипывает, рекомендуют оставлять вот этот пенечек, потому что если его полностью весь отламываешь, то растение может возобновить этот пасынок, короче, пасынок второго поколения может вырасти. Я вот такие штучки оставляю, они потом со временем засыхают и отваливаются сами, их можно потом пальцем вот так просто свалить и все. Кто-то выщипывает руками, кто-то выщипывает ножницами. Тут есть опасность, если у вас есть зараженные растения, можно перенести инфекцию, и рекомендуется ножницы после отрезания каждого пасынка окунать в раствор марганцовки. Я так, конечно, не делаю. Посмотрите на это море, это сколько я буду окунать ножницы в марганцовку, но у меня еще ясно, что здесь нет никаких заболеваний, даже нет намека. И вообще я всегда, чаще всего, выщипываю просто так руками, никогда никакого заболевания я не перенесла, если его нет, значит и переносить нечего. Но тут каждый должен, как сказать, с осторожностью относиться. Если особенно в открытом грунте, там в поздний период, вот сейчас апреля, а пасынковать же будут и в июле, может быть даже кто-то и в августе. Если у вас есть что-то нехорошее на участке, ну как типа листики там заболели, какая-то бурая пятница или что-то, конечно, лучше с одного растения на другое не переносить, обработав одно растение, или мойте руки, или мойте ножницы. Но на своем опыте я скажу, что у меня ни разу не было, чтобы что-то я перенесла. Вот смотрите, какой здоровый вырос. Это же целое растение. Я-то просто, если я начну подвязывать, я просто их все выщипываю, поэтому у меня и ногти все такие, и руки всегда грязные. Кто руки бережет, выстригайте ножницами. Все, вот это про пасынки, это та основная, вот базовая часть, которую мы должны знать. Мы должны знать, во-первых, что пасынки мешают растения, но опять же, смотря какому растению, смотря какой сорт, и некоторые пасынки отщипнув, вы останетесь без урожая, что на высокорослых, индетерминантных пасынкования обязательно, иначе они все израстут пасынками, и будет у них заторможенность. Урожай получится намного позже. Удалив пасынки, мы помогаем растению, мы освобождаем его от нахлебников. Ну, а вот такие, которые штамбовые, низкорослые, детерминантные, есть некоторые сорта, которые пасынковать не нужно, а есть некоторые сорта, которые пасынковать даже ни в коем случае нельзя, вы теряете урожай. Об этом говорить можно долго, но я не хочу сразу много информации на наших новичков вываливать. Сначала усвоим вот это, что пасынки бывают разные, какие-то удаляем, какие-то не удаляем. Все, до свидания.